Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелоатлетике. Многократный чемпион и обладатель рекордов в Беларуси Дина Сазановец. Стала Человеком Года. Могилевский мини-футбольный клуб «Форта» дал бой команде из Борисова. В чемпионате страны прошел 24-й тур. В заключительной части большого интервью с председателем областной федерации футбола Анатолий Глаз делает прогноз на новый сезон и отвечает на критику в свой адрес. Это программа «Спорт М. Спорт» Могилевской области. Мы рассказали на самых ярких спортивных событиях минувших дней. Это стало приятной неожиданностью, говорит Дина Сазановец. Только что она была названа в числе обладателей престижной премии Могилевского облсполкома «Человек Года». Ежегодно эту награду вручают за значительные успехи в профессиональной и общественной деятельности. Я, конечно, не ожидала, что такое будет новое. Я рада. Для меня это очень высоко. И спасибо, что избрали меня «Человеком Года». «Спорт М.» поздравляет Дину заслуженной наградой и желает дальнейших успехов в спорте. Но днем ранее в Могилеве чествовали и юных спортсменов, воспитанников училища Олимпийского резерва. Среди них ребята, которые становились победителями и призерами различных международных соревнований в Балтийской лиге, юношеской олимпиаде, первенствах Европы. Боксеры, лучники, дзюдоисты, гологонщики. Ребята без малого сотню раз в минувшем году поднимались на пьедестал. Поднимались благодаря еще и опыту тренерского штаба, который не остался незамеченным. Отдельно среди них стоит отметить заслуженного тренера СССР и БССР по тяжелой атлетике Анатолия Лобачева. День чествования спортсменов совпал с его 75-м днем рождения. Сейчас он преподает в Могилевском государственном училище Олимпийского резерва. Вырастил не одно поколение медалистов. Недавно стал лауреатом специальной премии «Белорусский спортивный Олимп-2013». И в свои 75 лет все еще учится. Если работа нравится, то она не надоедает. Всегда иду с удовольствием утром на работу, ну а вечером встал все домой. Как сейчас, простите, чемпионов? Чем-то отличаются они эти, что вы? Времена меняются, конечно. Методики меняются. Нужно все время быть в этом деле образованным человеком. Поэтому нужно следить за мировой терапевтикой. Если какие-то новинки, нужно их всегда опробовать, использовать, если подходит, поприменять. Между областной федерацией футбола и клубами Могилевской области нет разногласий. Руководитель федерации Анатолий Глаз в интервью нашей программе вспомнил, как принял решение голосовать против воли руководства Днепра и Белшины по вопросу формулы проведения национального чемпионата. Сегодня в программе «Спорт-Темп» заключительная часть большого разговора с Анатолием Глазом. Перед тем, как голосовать за формулу, я собирал исполковые представители клуба, руководители, и мы единогласно высказали за то, что будем голосовать за однокруговую, образно говоря, схему чемпионата. Но я проголосовал вместе с остальными членами исполкома за вторую, только потому, что со следующего года будет расширение состава участников до 14. И менять на один год систему было бы просто неправильно. Я считаю, что принял правильное решение. С этого сезона легионерами стали мы считаться и представители России, чего не было в прошлый год. Мы пытались по решению исполкома Белорусской Федерации футбола внести предложение Казахстану и России, чтобы представители этих стран не считались легионерами у нас, и наши не считались у них. Но россияне не пошли на это, поэтому с этого года все будут считаться легионерами. Но мне импонирует то, что клубы практически уже сформировали свои составы. Не сказать, что они самые лучшие, крепкие, но, мне кажется, достаточно надежные. И в этих составах легионеров пока единицы. Я считаю и уверен в том, что в этом году наши клубы высшей лиги выступят лучше, чем в прошлом году. По крайней мере, вся подготовительная работа, которая проведена, дает основания для такой надежды. Мы не имеем права, если хотите, морального сегодня, по Днепру скатываться до тех позиций, которые были в прошлом году. Поживем – увидим. Ждать остается недолго. Старт национального чемпионата намечен на последние дни марта. В чемпионате страны по мини-футболу сыграны матчи 24-го тура. В Могилеве Форта принимал одного из кандидатов на попадание в раунд-плей-офф Борисов из Минской области. У хозяев шансы оказаться в весенней финальной стадии еще остаются, но, кажется, уже исключительно теоретические. Тем интереснее было понаблюдать, сможет ли Форта что-то противопоставить гостям. Оказалось, да. Причем дважды. Сначала Веренч вывел хозяев вперед. Правда, ненадолго гости на следующей минуте уже восстановили равновесие. На этом голы в первом тайме закончились. 1-1. А в начале второго хозяева снова забили. Это сделал подоляк. Борисов пытался ответить, но быстрого гола не получилось. Зато Форта мог увеличить преимущество в счете и ни разу. Но ни разу не вышло. Гости же в середине тайма вновь сравняли. В конце поединка все ждали замены вратаря на полевого у Форта. В попытке вырвать победу. Однако главком хозяев делать этого не стал. В равных же составах удача никому не улыбнулась. А вратари действовали надежно. Итог. Боевая ничья 2-2. Я думаю, что то, что вы видите на табло, это закономерный результат этой матчей. Сама игра, не результат понравился? Нет, сама игра, ну как ему понравится игра, когда нет положительного результата. Такое двоякое впечатление. Если где-то удача есть, значит забиваем. Где-то удачи нет, мы не забиваем, то есть пропускаем. А так в целом, ну, как мы на данный момент готовы, так мы сейчас вот и играем. Это вот исключительно ничьяная игра с обеих сторон. А очко или три, разница, конечно, существенная. Была возможность, конечно, поменять на пятого, чтобы поиграть с форта-роганялой. Но, учитывая то, что у нас такая обоима игроков, которые сейчас находятся под травмами, я не рискнул это сделать. Все-таки в данном моменте, пусть это будет ничья, чем это будет поражение на последних секундах матча. После этой игры 24-го тура форта на 13-м месте. И почти без шансов на плей-офф. В Могилеве завершился девятый международный турнир по спортивной акробатике «Киндер-сюрприз». В числе победителей и могилевские гимнасты. В общекомандном зачете могилевчане заняли почетное третье место. Золото у Гомеля, серебро у Баранович. Участие в турнире приняли 140 юных спортсменов, представители 10 команд из Беларуси, России и Литвы. На протяжении трех дней они боролись за призовые места в пяти видах акробатики. Всего на турниры разыграли 33 комплекта медалей. Команда «Мираж» из «Горок» стала победителем республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба». Ребята сражались в младшей возрастной группе. В финале наши обыграли команду «Беркут» из города Минска со счетом 6-4. Отметим, что в финал «Мираж» вышел второй раз подряд. Год назад мы проиграли другой столичной команде, теперь взяли реванш. Лучшим бомбардиром турнира был признанный игрок нашей команды Дмитрий Синяков. Ну и уже на этой неделе в «Горках» пройдет республиканский финал «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе. Болеем за наших! В областном центре прошли заключительные игры второй городской школьной лиги по мини-футболу среди девчонок. Первенствовала второй год подряд средняя школа номер 8. Эти девчонки потерпели всего два поражения, а участница команды Ольга Ковалевска забила 34 мяча. Второе место в турнире заняла средняя школа номер 18, третья, 26-я. Это была программа «Спорт М» «Спорт Могилевской области». Занимайтесь спортом, болейте спортом и увидимся на «Беларусь-2». Счастливо! «Спорт Могилевской области» 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 Продолжение следует...